Диночка, ты чё тут плачешь, Диночка? Ёйочка, папка на кухне сидит, она тут скулит. Что такое? Ты папке жалуешься на что-то или что? Папка понять не может. Слышу, там Диночка чё-то писит, зовёт. Ёйка, что там у тебя с хвостом? Ты папке чё-то показываешь? Давай, посмотрю. Что там у тебя, хвост? Красивый хвостик. Что у тебя там? Блин, течка что ли начинается? Такое ощущение, припухлость какая-то вроде. Ну, Динька, у тебя же недавно течка вроде была. Диночка. Ты красавица такая, статуэточка. Что ты папку зовёшь? Говори, папка, пришёл же. И что тебе надо? Ну-ка. Что это такое? Ну-ка. Не знаю, чё она зовёт папку. Динька, что такое? Скажи, чё молчишь? Я пришёл. На помощь, Диночке, пришёл. Пик, 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 пик. А, ты моя красавица. Ну что ты стоишь? Говори, чё хочешь. Стоит, блин, смотрит, блин, так долго. Ты скажи, чё надо-то? А? Так я... Я тебя не понимаю. Чё ты хочешь? Мы уже погуляли, вы покушали. Чё ещё надо, собака? М? Чё тебе ещё, собака, надо? А? Жена, чё с тебе... Чё ты стоишь-то? Сначала я пошёл... Здесь сидел на кухне, пошёл. Она там на диване лежала, чё-то... Скулила, просила. Я подошёл. Подошёл, лежит, хвостом виляет. Чё тебе надо? Сейчас сюда пришла, стоит, чё-то ей опять надо. М? Джина? Чё такое? Чё с тобой? Чё случилось? Чё ты хочешь? Скажи папке русским языком. М? Может, ты опять какать хочешь? Утром просто разбудила в 6 утра. Пришлось идти. Ни свет, ни заря. Оказывается, у неё понос. Сожрала чё-то. Не знаю, чё ты сожрала. Откуда у тебя понос? М? Джина? Чё молчишь-то? Как рыба облёт. Скажи чё-нибудь. Чё надо? Вот молчит собака и не говорит. Как же тебя понять-то, если ты ничего не говоришь-то, Джина? А? Да я ж не понимаю, чё ты говоришь. Ты можешь на человеческом языке сказать, а? Джина? Ну что ты, украина? Ну что ты, украина? То, что тебе надо? Вот напишите в комментариях, чё ей надо. Хрен поймёшь. Собака. Тальшин. Может, ты знаешь, чё ей надо, а? Скажи мне. Он сам в шоке. Чё такое? Что? А? М? Стоит-то, скулит и всё. И чё? Как понять? Как же тебе собака понять, если ты ничего не говоришь? Джина? А? Что ты хвостом мажешь? Ты. Может, ты поиграть хочешь? Мячик, может быть? Или гулять хочешь? Ну мы же гуляли, хватит уже гулять-то. Мне сейчас надо по делам поехать, Джиночка. Иди на место давай. У тебя здесь место, да? Где твое место, Джина? А? Место? Короче, сейчас поеду в Леруа Мерлен. Я там видел коврики такие вот, знаете, пушистые, прям толстые, такие мягкие. Хочу сюда купить. И нормально будет сочетаться. А то вот эта хрень какая-то вот. В Узбекистане покупал, значит, бархат. И посередине уже все стерлось, видите, уже там голая, лысая. Значит, выброшу его. Постелю сюда коврик просто и все. Тепленький. Ну, такой мягкий. Будет классно. Ну и в клетку можно такой же. Да, Джина? Ну, что ты молчишь-то, ничего не говоришь, а? Че ты орешь, как бешеный? Зинька, ты можешь играть просто хочешь. Тебе скучно? Скажи, на прогулке утром мы рано погуляли и не поигрались. Мне скучно. Давай что-то поделаем. Заниматься, работать. Физнагрузки туда-сюда. Я ж питбуль. Эх ты, собака. Сейчас я в Леруа Мерлен съезжу. Ладно, коврик куплю тебе. Че-нибудь еще там посмотрю. Не тебе, то есть, а вам сюда. А тут тазик здесь всегда лежит. Там уже такая, блин, пропирженная тряпка. Пусть лучше коврик красиво будет лежать здесь. Да, Диночка? Короче, не знаю. Сейчас пошел, поигрался с ней. А пробратно ушел на кухню. Она опять пришла, стоит. Наверное, она в туалет хочет. Пойдем, Джина, в туалет. Гулять пойдем? Пошли гулять, Джина. Пошли гулять. Потому что у нее понос опять какать хочет. Сейчас пойдем чуть-чуть погуляем. Если ты хочешь какать, надо сюда садиться и говорить. Папка, пошли гулять, а не просто стоять на меня смотреть. Как же тебя понять-то, Джиночка? Моя бедная, Джиночка. Извините, я не могу это убрать. Ничего страшного, в кустах засела. Ты моя жайка. Она, кажется, какать хотела дома. Просит, просит. А папка дурачок не понимает. Ты моя хорошенькая. Что случилось, Джинка? Почему ты поносишь? Травку, короче, Джинка, кушает. Хочу ей помочь. Да, Джиночка? Чем-то я отравилась, наверное. Что-то не свежее съела. А может на улице что-то подобрала? Я же хулиганка. Ну так. Вот, молодец, да. Все, хватит. Ты же не корова. Здрасте. Вчера виделись. Виделись, да. Лучше не играть, а то у него поготок. Болит, да? Повредит, боюсь. Мы стараемся рисовать. А может перевязать ее? Да, она вроде подсохла уже. Я не знаю, как он трезвый у него. Как он у него теперь будет расти, не знаю. Ничего, заживет. У нас тоже долго жила. Даже росла. А потом тогда собачка прыгала и прям до крови опять содрал. Ну да, тогда лучше походить хотя бы недельку, пока затянется. Да, лучше не играть. Папочка. Пошли, Джинка. До свидания. До свидания. Выбрал вот такой цвет. Сначала хотел вот этот вот. Он какой-то не очень красивый. А потом решил вот этот, смотрите. Он что-то не очень передает цвет, он такой красноватый. Вот если вот так более-менее похоже. Короче, еще вот такие цвета есть. Зеленый, типа такой вот коричневый, вот серый есть. Вот такой серый. И вот такой светло-серый. Какой мне взять? Вот это будет марки, наверное, светлый. Я думаю, вот этот возьму. Два вот таких. Вот здесь точно передается сейчас цвет. Точно. Думаю, вот таких два взять под стол и Джинки в клетку. Два одинаковых цвета, да? Прикольно будет. Либо вот серый. Зеленый точно нет. Вот этот точно нет. Этот тоже темный. Либо вот этот вот. Плохо передается цвета. Короче, либо вот этот светлый, либо... Да вот этот красненький возьму, мне нравится. Они такие приятные. То, что под столом выброшу. Вот здесь тазик будет лежать. Он любит под столом лежать на вот этом. Чуть-чуть вот узковато. Хотя я мерил, вот как раз рука. Нормально будет. Под стол залезет. И такой же этот. Хотел, короче, это... Вот из этого взять. Он вообще такой мягкий. Но он маленький, а больших нету. А вот этот слишком пушистый. Да, не слишком пушистый. Что-то мне не нравится вот этот. Конечно. Кстати, можно и... Что-нибудь из этих вот взять, смотрите. Наверху вот висят, да? Синий или вот этот голубой или коричневый. На коричневом... Мои коричневые собаки сливаться будут. Синий, слишком темный. Голубой марки. Короче, папке не угодишь. Ну, либо что-нибудь... Да, короче, возьму вот эти две. Вот таких две возьму. Я думаю, нормально будет с собаками. Так постелю. И они будут валяться. Это классно. Да? Напишите в комментариях, а? Не могу определиться, ее мое. Конечно, так смотрит. Папка, ты что привез? Че привез, Кази? Диночка. Привет, Диночка. Все смотрят сразу. Все смотрят. Не хулиганили, собаки? Сейчас папка вам постели. Все, собачки, никто не идет смотреть, что папка взял. Не интересен, что ли вам, собачка? Диночка. Все, папку купил, смотри. Ну, смотри, какой коврик беленький. Какой коврик беленький. Маленький, че-то он какой-то. Ну-ка, Динька, иди сюда, иди туда. Лям-дам-дам-дам-дам, иди туда. Иди, Джинни. На помойку. Поехали. А вот этот вот. О! Нормально, да, Динька? Смотрите. Ай, молодец. Ложись, Диночка. Ложись. Эй, рвать так нельзя. Сейчас она будет тут отрывать эти. Давай, ложись, Дина. Да, чуть-чуть бы побольше. И там был бы размер чуть-чуть побольше. Поширим бы чуть-чуть, да, чтобы ножки стояли вот от этого на молодом сложении. Ой, как хорошо, да? Ой, как хорошо, да, Динька? Мягенько. Пушисто. Только рвать не надо, ладно, Динька? Ай, Дина, и сладкая. Нравится? О, пойдем, померяем это. Тебе в клетку его положим. Если подойдет, то этот можно в клетку, а сюда куплю чуть-чуть побольше. Там еще есть размер побольше, но намного длиннее. Надо будет просто свернуть и все. Зато прикольно, да, друзья? Как считаете, красиво, да? Ну, получше смотрится, чем было, да? Так, я думаю, сюда вам точно подойдет этот коврик. О, тут вообще у идеалов, смотри. Ты чуть длинный, конечно. Не, ну вообще идеально, смотрите. Стало, тут чуть-чуть подогнется вот так вот. Ох. И здесь классно, да? Ну, Динька, иди, давай, иди, давай на место. На место, Динька. Ай, молодец, Динька, иди, как хорошо, смотри, мягенько, да? Ой, молодец. Он, как хорошо, папка, купил собакам своим. Ну, ничего, туда-то, да, куплю пошире и подлиннее будет. А здесь пускай этот лежит, так далее. Да, Динька, тебе нравится? И собак видно на этом белом цвете. И когда светлый, он всегда поинтереснее. Просто когда был серый там, короче, разных всяких, зеленый, он бы вообще терял бы. Терялся бы из вида, а так на белом фоне видно собачку хорошо, да, Диночка? Ой, только теперь как ты здесь будешь свои косточки грызть? Все испачкается. Ха-ха, Динька. Такие играшки красивые, вот Диночка. Что, давай Тазика пригласим. Динька. Тазика пустишь сюда? Динька, давай, иди, камень, камень. Да что ты такая медлительная, может ты заболела, а? Давай, вперед, Диночка, вперед. Молодец. Тазь, ко мне. Молодец, Тазин. Давай, иди туда, в клетку. Давай, давай, заходи. Это в мусорку, туда заходи. Во, ложись, Тазин, лежи. О, как хорошо, да? Тебе нравится? Тазик. Тебе нравится, Тазин, смотри, как красиво. Точно. Еще такого же цвета возьму, и туда постелим. Ладно, а это пускай здесь лежит. Ничего интересного, быстро он будет пачкаться, и быстро ли он вообще из строя выйдет. То есть, он же может затоптаться, или еще что-нибудь. Давай, попробуй. Ложись, Тазин. Ай, молодец. Ложись. Ай, молодец. Прикольно, да? Смотри, рядом Джинночка. Джинночка, иди давай тоже, ложись. Джина. Джин, иди давай туда. Джина, ко мне, иди туда. Иди ложись к Тазику. Динька, иди к Тазину. Давай, молодец. О, класс. Я думаю, даже больше и не надо. Эх, ну что, друзья, наконец-то пришла моя долгожданная посылочка. Это американский биотан. Заказал на отрез на два поводка. Джинки и Тазику. У меня у Тайсона, вот когда я давно-давно покупал в одном спецмагазине вот биотановый поводок, настоящий американский. И больше я таких в магазинах нигде не встречал. Да и в интернете я в прошлый раз вот те поводки купил. Они тоже не то, что вот. Короче, не американский биотан. Сейчас заказал американский биотан на отрез. В общем, для проверки. Если это то, что я хотел, буду изготовлять сам поводки и вам продавать. Вы таких поводков просто не найдете в магазинах. Настоящий американский биотан. Да, Диночка? Давай проверим. Короче, попросил еще такие маленькие отрезки. Чтобы пощупать. Ну, блин, все равно не то, да, Джима, смотри. Не то, что я хотел. Короче, это не то. Может, это я американский? Но это не то, который я покупал вот этот, как у Тайсона. Вот он плотный, его в руках держишь. Он такой толстенький, мягкий, просто пипец классный. Блин, это... Не, ну тоже, в принципе, классный, прикольный. Но на ощупь не то. Вот этот совсем другой. Короче, они все разные. Поэтому я вот и не хочу в интернете заказывать. То, что это на ощупь один, а вот этот другой. Сейчас покажу, которые у меня поводки сейчас имеются. Эй, это мое место, Джимка. Мойки, моя сладкая. Ну, дай, подожди. Короче, вот то, что у нас сейчас есть у моих собак. Это все китайская фигня. А вот это американская. Ну, короче, не скользит, не должен скользить. Ну, короче, он такой мягкий, знаете. Ну, качество, все равно качество отличается вот от этого. Это какой-то вот дубовый, что ли, твердая резина какая-то. Неприятная, жесткая. А вот это он такой вот бархатистый, мягкий. Короче, приятный на ощупь вот этот. Но вот этот вот, он совсем другой. Он плотный. И сама вот, получается, здесь... Сама вот эта вот резина, или как это, биотан, вокруг стропы. Ну, во-первых, тут стропа толстая. Здесь тоньше. И сама вот этот биотан. Здесь тоньше, здесь толще. Короче, он, может быть, он и тот же самый. Просто этот потолще был. А этот потоньше. А ширина такая же. Специально взял потолще, чтобы в руках удобно было держать. Короче, вот один для тазика. Не знаю, вам видно. Один для тазика. Второй для джинки. Я думаю, вот этот для тазика, а вот этот для джинки золотой будет. Классно. В общем, эти. Карабины хорошие. Вот этому карабину поводку уже сто лет. Этот от Тайсона еще остался. Я это сейчас вот так вот чикну. И вот этот карабин сюда присандали. И у джинки тоже вот возьму вот этот карабин. Он тоже хороший. Латунный. Этот выброшу на мусорку. А вот этот сюда забабаху. Будет такой, смотрите. С золотой карабин и золотой поводок. Офигенно. Крутяк, да? Вот так. А вот это, я говорю, вы мне все всякие разные. Дайте размеры, чтобы я пощупал на ощупь, что у вас там есть. Вот этот прикольно на ощупь. Как резинка. Мягкий такой. Вот этот еще потольше. Блин, вот этот мне нравится. Вот какой-то вот шуршавенький. А вот этот вот мягенький такой. Вот такой. Блин, вот этот красный классный. Надо было вот этот заказать. А, это Китай ПВХ? Это как вот этот что ли, типа? А, нет, это вообще китайский у меня. Вот этот вот именно. Вот этот классный. Толстенький. А вот этот. Стандарт 9 миллиметров. Никто мне не нравится. Стандарт 12 миллиметров. Гекса 20 миллиметров. О, здесь вообще такая эта. Стропа тонкая. Это вот типа как вот эта. Но. Чуть-чуть другое. Здесь она совсем другая. Вот это вот на ощупь. Ну, короче, примерно то же самое. В общем, вот этот мне нравится. Красный. А вот этот, говорят, очень прочный. Ладно. Это не то. Это не то. Вот этот мне красный нравится. Они, короче, стали делать потоньше, резины добавлять. Здесь, видите, и стропа толще была, и резина толще. Поэтому он кажется таким плотненьким. А сейчас они делают потоньше. А так, в принципе, запах такой интересный. Короче, вы, друзья, такие дела. Сделаю себе два поводка по полтора метра. Вот такого красивого окраса. А это все выброшу старье. И вот такие вот еще есть. Она мне написала тут. Китай ПВХ, кстати, ну, вот он мне больше нравится. Он такой классненький на ощупь. Больше похож на вот этот вот, который я изначально хотел. Он такой. Вот этот какой-то дубовый. А вот этот вот прям чувствуется мягенький. И не то. Вот это тоже, кстати, дубовый. Хотя... А, ну вот, да, вот эти два стандарта, они каких-то дубовых. А вот этот Китай классный. Мне нравится. Ну, ладно, буду делать вот из этих двух два супер-мега-поводка. Потом посмотрите. Ну, да, здесь видно, что резина... Она толще, чем здесь. Здесь уже экономика, а здесь просто она... Поэтому казалось, что она такая классная. На ощупь. Пипец, сколько грязи. Как этим холодком. Ну, ничего. Сейчас, значит, возьму... Вот это вот... Оп. Это чуть-чуть потоньше, но зато он на ощупь офигенный. Вот так берешь чик. Сейчас вот так прошью. Потом с другой стороны ручку так же сделаю. Друзья, прикиньте. Девушка с Хаски на вот этой надувной фигне плавает. Опять забыл, как она называется. Ну, прикольно. Смотрите, она сидит. И не рыпается туда-сюда. Прикольно, да? Короче, вот тут вот мокро. Джинка вырвала. Я не видел, как она вырвала. В общем, сейчас это... Прихожу сюда. А тут, значит, трава лежит, которой я сегодня джинку кормил на улице. И, видимо, она ее ела, потому что отравилась, походу, джиночка. Раз у нее понос сегодня рано утром меня подняла, и весь день она меня гоняла на улицу. Несколько раз бегали сегодня на улицу, поносила. Потом вечером с магазина прихожу. Вот здесь вот, значит, трава. То, что она срыгнула, видимо, все съела, а траву оставила. И такое пятно пришлось, короче, почистить здесь. В общем, джинка заболела, друзья. Что-то, видимо, съела, отравилась. Не знаю, наверное, на улице что-то подобрала. Потому что дома нечем травиться-то, джинка. Что ты там на улице подобрала, а, джинночка? Говорил папка тебе, нефиг жрать ничего на улице. Нет, она там собирает, пока я не вижу. Вот тебе, пожалуйста, отравилась чем-то. Ну, сегодня хоть погуляли вечером, более-менее нормально, активно покушал. Аппетит есть, все хорошо. Ну, вот просто понос и вырвало, видите. А так нормальная собака. Хотя сегодня она, это вообще сама не своя была. У нее и пузо в паху было, все красное, видимо, она терпела. Сегодня несколько раз она меня звала. Я ее никак не мог понять. Думал, чего она мне, чего она стоит. Она, кажется, меня звала в туалет. Да, джинна, вот что ты себе там, блин, вот видите, она себе чешет, вот эти вот болячки. Не знаю, это от комаров, что ли, все у нее чешется. Прям вот точками расчесывает, и такие болячки получаются. Джинка, хулиганка. Кто заболел? Джиночка заболела? Не надо болеть, красноношая поросеночка. Красноношая. Кто у нас красноношая поросенок, а? Динька? Ты красноношая поросенок? Ить, ить, ить. Не болей. Смотри мне. Спасибо. Продолжение следует...